Цикл сделан при поддержке группы Самосбор ВКонтакте. Ты оружейник, сотрудник конструкторского бюро имени Яролашникова. Поступает приказ от ликвидаторов в срочном порядке разработать новый ручной пулемет, так как старая модель легко перегревается. Принимаешься выполнять, изучаешь один из используемых ликвидаторами образцов. При стрельбе короткими очередями он функционирует нормально, вот из-за долгих очередей ствол быстро перегревается и начинает плавиться. Решаешь заменить один ствол на блок из шести вращающихся. Отдаешь опытный образец ликвидаторам на испытания. Он им понравился, несмотря на несколько громоздкую и тяжеловатую конструкцию. Пулемет пускают в производство. Вскоре тебя осыпают жалобами на него. Ликвидаторы заявляют, что оружие тяжелое, неудобное. Стволы долго раскручиваются. Из-за сильной отдачи пулеметчики травмируют руки. Кроме того, пулемет очень быстро расходует боеприпасы. Точный огонь из него вообще из области фантастики. В конце концов, звуки его стрельбы и раскрутки распугивают тварей, из-за чего затягивается ликвидация, так как приходится дольше ходить по пораженным этажам и выкуривать их из укрытий. Да и проблема перегрева никуда не делась. Решаешь посетить оружейный завод, где изготавливается твоя разработка. Главный инженер с гордостью заявляет, что внес в конструкцию пулемета некоторые изменения, чтобы упростить производство и устранить некоторые недостатки. Осматриваешь один из заводских образцов, хватаешься за голову. Вместо небольшого компактного электромотора для раскрутки стволов они установили бензиновый от бензопилы «Дружба-66». Он жрет кучу топлива, заводится с третьей попытки и добавляет веса. Так как приемник магазина сделан из некачественного металла и довольно слабо удерживает магазин, снизу приварили поддерживающую раму из арматуры, чтобы он не отваливался во время стрельбы. Что тоже не облегчает оружие. Компенсатором отдачи пренебрегли для удешевления производства. Стволы сделаны из низкокачественной стали, отчего быстро перегреваются. Кроешь матом главного инженера и уходишь в КБ переделывать чертежи. Ты почти закончил адаптацию конструкции под возможности завода. Но за тобой пришли сотрудники госбезопасности. Тебя обвиняют в растрате ценных материалов, вредительстве и смертях ликвидаторов, связанных с плохим оружием. Приговаривают тебя к расстрелу из пулемета твоей же конструкции. Заводят в пустую ячейку. Пули крошат бетон, не попадая в тебя. Умираешь, придавленный куском обрушившейся стены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok